Всем добрый вечер! Рад приветствовать вас на своем канале, с вами Серега, привет! Сегодня поговорим о фейковом Air Max 95, я его уже выставил заранее. Что можно сказать? Купил я их два года назад, для экспериментов, всю жизнь носил оригиналы, хотел попробовать копию, насколько ее хватит и вообще посмотреть, удобно ли ходить в городских условиях, посмотреть, что изменится в них, и чем они лучше, чем хуже. Вот, значит, что самое, сразу самое плохое, поменял шнурки, шнурки очень тонкие, вот, очень тонкие, они прямо тянутся, то есть на них нету ни фиксации, ничего из-за них нету, то есть очень плохие. И, соответственно, стельки очень тонкие, материал такой синтетический, противный, вот, и тонкие, ну, как бы, блин, вообще они не мягкие, они абсолютно не мягкие, вот, очень такого плохого качества и непонятно, что это такое вообще. Да, это какой-то пеноматериал, может, ну, блин, какой-то он вообще дохлый, вот, как дохлая рыба. Значит, что можно сказать? Значит, можно сказать, что язычок на фейках тоньше в несколько раз, значит, на оригинале, я просто разбирал оригинал как-то не раз, как бы, на оригинале, там, три слоя ткани, она толстая такая, а здесь она тонкая абсолютно, может быть, разрежем, потом посмотрим. С вуши все на месте, вот, значит, что еще? Сетка верхней части сделана, ну, так, похоже, но не очень, вот. По поводу петелек, которые держат шнурки, значит, на оригинале они идут полностью, по стопе, как бы, расходятся для подтяжки, для утяжки. А здесь они просто сбоку сделаны, как бы, прошиты, их, конечно, не выдернешь, вот, но они не дают той технологии, которая соблюдается в оригинале. Значит, что еще? Рефлективные вставки такие же по размеру, как на оригинале, на подъеме, на заднике, но единственное отличие в них, на оригинале в дневное время они притемненные, как бы, вот, а на фейке они светятся всегда, и днем, и ночью, и всегда светятся. Когда яркое солнце, даже неприятно чуть-чуть глазу, слишком очень ярко. Вот, ну, тоже, как бы, не очень. Материал похож, но, соответственно, не очень классный. Я не знаю, что это за черный материал, может быть, это кожа, вот, сегодня разрежем, посмотрим, даже, может, чуть-чуть подпалим их, как говорится, посмотрим. Может быть, это кожа, может быть, замша, ну, в смысле, дермантин какой-нибудь, там, заменитель. Ну, очень похоже, конечно, на кожу. Не классного, не хорошего качества, но, если это кожа, тогда я ставлю, блин, 4 с плюсом, если это кожа. Потому что за два сезона она даже не промялась. То есть, изгибов никаких нету абсолютно. Ни переломов, ничего. Задник на фейке чуть-чуть вдавлен вниз. На оригинале он прямой. Подошва деревянная абсолютно при покупке была. За два сезона она чуть-чуть стала мягче, немножко прогибается, проминается. Ну, не знаю. Либо это тупо резина обыкновенная какая-нибудь, либо это какой-нибудь пеноматериал. Ну, разрежем, посмотрим, соответственно. Ходить в них крайне неудобно, честно скажу. Ходить в них неудобно. Идешь как, я не знаю, как будто ноги в деревяшку одеты. Деревянные колодки одел и вот пошел. По асфальту стучат очень сильно. Как будто на каблуках идешь. Очень сильно и вообще раздражающий звук такой ужасный. Баллоны изначально были, соответственно, тоже такие практически не прогибались. Они мягкие были, ну, так, слегка. Соответственно, со временем они уже стали более-менее, как бы, помягче. По интереснее стало ходить, но все равно, как бы, не очень, не очень. Также имеются, соответственно, резинки для язычка. От язычка идут, как бы, вот, такие резинки. Но они тоже сделаны на отшибись. Они просто тонкие, они практически не тянутся. Вот, и неудобно, когда ногу одеваешь, на ногу одеваешь. Начинается, соответственно, сворачивание, потому что они так пришиты. То ли не по размеру, то ли я не понимаю вообще, как они пришиты. Это ужасно. Соответственно, боковые швы у нас прошиты только с одной стороны. Со второй они просто, по-моему, приклеены. Вот. Ну, подошву так прошиты, конечно. Это первая партия фейковых 95-х, которая поступила в продажу. Соответственно, качество, конечно, заводское и не кустарное. Качество, видно, что крепенькое такое. Но я не рекомендую. Реально не рекомендую, потому что неудобно ходить. Собьете ноги и вообще скажете, блин, нафиг. Просто хорошо говорить, когда ты носил оригиналы много лет, и потом решил ради эксперимента походить пару сезонов в фейки. То есть тут понятно, все, что хорошо, все, что плохо. Больше я такую модель не куплю. Я имею в виду фейк. Фейк. Подделку такой модели покупать не стоит. Не, ну, если кому-то очень, как бы, нравится. Вот мне, например, нравится 95-е. Я ношу их очень много с 98-го года. После трех лет, как их выпустили в продажу. Вот. Ну, знаете, качество, конечно, было хорошее. Но это фейк. Мы не забываем, что это подделка. О 95-м мы еще поговорим. Будут еще серии. Вот. Я обязательно что-нибудь расскажу интересное про 95-е. Вот. Мы, как говорится, посмотрим. Я смотрю, вот на ощупь даже в пяточной части. Такое впечатление, что подобие, знаете, такое вот. Раньше вставки делали такие, чтобы не прогибались, как бы, задники. Либо это от ударов. Ну, здесь, походу, тоже стоит. Не знаю, если получится до них добраться, тоже посмотрим. Вот. Что самое плохое в подделке 95-х? Самое плохое, это шнурки. Просто можно сразу выкидывать. Стельки сразу выкидывать. Вот. И кроссовки тоже выкидывать сразу. Значит, стельки плохо, шнурки отвратительно. И мне не понравилась подошва, именно которая идет по асфальту у нас подошва. Она сделана то ли из отходов, из утиля, резины, скорее всего. Нет, я не спорю. Это, конечно, хорошо. Некоторые технологии используются в сырье, в переработанном. Там и площадки детские делают, как бы. И также в обуви оно тоже много используется. Но очень сильно стирается. Очень сильно стирается. То есть резина настолько низкого качества, что она просто летит. Просто летит. Просто летит. Я не знаю. Вверху ничего, как бы. А вот низ у нас все. Практически ему конец. Вот. Ладно, что. Начнем. Попробуем точнее снять, порезать их. Посмотреть, что может быть интересного там еще добавить. Ну, я еще добавить хочу, что лучше, конечно, пару тысяч стратить на оригинальную обувь. Неважно, какой марки. Adidas, Puma, Asics, Reebok, тот же Nike. Вот. Ну, фейк, я не знаю. Лучше, конечно, не носить. Но это... Это как-то не очень. Ну, реально, ноге неудобно. То есть тут нет той технологии. Мы почему платим, допустим, больше, да, там, на несколько тысяч? Мы покупаем технологию. Мы покупаем технологию, которая заявлена именно производителем. То есть технология подошвы, технология текстиля. Технология всяких вот этих вот интересных деталей. То есть удобство, мягкость, функциональность. Вот за это мы платим, в принципе, немаленькие деньги. Ну, а кто просто хочет погонять, пожалуйста, ценовая категория, ну, тысяча две, две с половиной максимум. Давайте начнем резать их. Посмотрим, что они из себя представляют. Так что мы идем.